Форель, все мясное, все такое, еще его называют бутербродным тортом, он такой сытный, вкусный, мужской. Такой вот брутальный набор на смену сладким десертом мясной торт рыбы и мясо. Кондитер Эльвира Бочкарева говорит, что по гастрономическому этикету его состав гармоничен. Мужской желудок вообще может все переварить, а гастрономические такое разнообразие даже больше нравится мужчинам, чем просто колбаса, например. Все свои торты Эльвира тестирует на мужа, мужчина оценил и женщины, видимо, тоже. За два дня от 10 заказов создают в этом доме и подарки другого формата – куклы и машинки для мужчин. Их заказывают женщины, которые хорошо знают своих вторых половинок. И если вы подарите ему ту же машину, полслужбы, на которой он проездил, вы когда-нибудь слышали, когда женщины везят от восторга? Вот мужчины также будут везать, поверьте мне. Кель с надписями жарит как надо, мясо готовлю я, борода все решит, и твоя стена – моя спина. У каждого фартука не только свой стиль, но и характер. Подарок пригодится для мужчин, которые любят готовить и занимаются разными ремеслами. А значит, это не просто фартук, а помощник в деле. Мы полностью функционировали под мужчин, то есть фартук должен носить полностью мужской характер. Для этого мы сделали специальный карман, лямки определенной длины и кнопки. А здесь 23 февраля мужчины сами выбирают себе подарки. Во-первых, у редкой женщины есть разрешение на ношение оружия, а оно нужно для приобретения. И во-вторых, местный товар, дорогостоящий. Есть пистолеты, ружья, автоматы. По 100 и по 200 тысяч рублей. Дешевле ножи, бинокли, походные наборы. Мужчины же не покупают большинство женщинам нижнее белье, да? Хотя он знает свою женщину. Это аналог? Это то же самое. Это игрушка. Как показывает статистика, мужчины прекрасно помнят, что, когда и кто им дарил. Это мы проверили на примере мужчин ТНВ. Дверь в кабинет была опечатана туалетной бумагой. Мы ее сорвали, открываем дверь, а там снова везде туалетная бумага. Все парты, стулья в туалетной бумаге. Самый странный подарок, который я получал, это, пожалуй, пена для бритья. Потому что на тот момент мне было 14 лет. Подарки от одноклассниц кружки. И эту традицию продолжили и мои родители, и моя жена. И теперь в моем доме очень много кружек, целая коллекция собралась. Ну, какие подарки, такие воспоминания. Думаю, что наш сегодняшний подарок мужчины ТНВ запомнит надолго. Только мы сгорем, по полю идем. С горячими поздравлениями Альбина Слагараева, Рамзель Гарипов и Марат Зайдулин. ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова